Гитлер, Жириновский, когда при помощи интонации, рецептуляции привлекает внимание, визионизм не только, но дело не в этом. Вы знаете, когда в конце 80-х годов пришел Горбачев к власти и заявил, что у нас будут прямые выборы, и мы все опалдировали кричали. И только единицы в ЦК КПСС, их называли динозаврами, тогда они говорят, что делать ни в коем случае нельзя. Почему? На экране страны власти придут на националисты, радикалы, мусульманские радикалы и так далее. Никто тогда слушать этого не хотел. То же самое случилось сегодня. Вот если сегодня реально дать выборы, объективные выборы, придут националисты, даже не Жириновский. Жириновский это будет самый худший вариант. Поэтому реально действующая вертикаль. Вот такую создали сегодня систему управления. Это, к сожалению, вертикаль только президентская. У нас здесь действует не Конституция, не судебная система. Что такое эта Конституция? Но вы знаете, если есть юристы, там прописан совершенно дикий тезис о том, что в государстве не может быть идеологией. Но если вы так прописали, меняйте всю общую теорию государства и права, потому что юристы сдают государственные экзамены в первом курсе. Там четко написано, что одна из главных функций государства, это идеологическая, тем не менее, на ура приняли эту Конституцию. Хочу не говорю, а вот в средней статике идут от власти, когда... Нет, в российской Конституции этого нет. Как в средней статике? В стране никогда не было. Русская элита привела к татаро-монгольскому имму. Они могли договориться и так далее. Фактически сдала золотые краны при... В Мономахе, пока она была грамотность по учению Мономаха сынов. Иван Грозный держал за грудки, так сказать, Сталин, держал элиту. И сегодня открыто, говорят, были переговоры, запах и так далее. Горбачев с его либеральными мозгами и отсутствует системно образование. Он не понимал, что в такой стране он живет. Элита, это русская элита, это самое страшное, что было. Вот тут приводит пример. Минуточку, я уже отбитаю. Засима и Сеатор, русские, так сказать, матрополиты. Один мечтал катализм. Засима и еврейскую веру он садит, и так далее. Так он единственный, единственный из русских патриархов. Я могу рот раскрыть? Да, могу. У меня время с революцией. Все уже прошло. Нет, 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 2.45. Послушайте. Послушайте, вы дадите фору Жириновскому. Жириновскому, у меня не путь заканчивается. Жириновскому, у меня не путь заканчивается. Мне не устут, он тоже юрист, как и вы. Ну, юрист, да. Завершайте, перепугали меня и всех остальных. Я могу задать вопрос, и вы закончите. Я так понял из пафоса в основании, что это вертикаль, которая создана, это скреп, который позволяет сохраняться в нашей стране. Вы к ней позитивно относитесь? Вот есть теория нормативизма Кельсона, которая говорит, право это норма, вот то, что исходит в государстве, и спорят, и так далее. Но сегодня, де-факто, другой вертикали нет. Вот уберете сегодня ее, так сказать, уберете, у коммунистов давайте замечательно. Пускай приходят Зюганов, создают вертикаль, создают идеологические отделы, снова, так сказать, и так далее. Приводят профессиональных людей, кузбинский, губернатор, премьер-министр, нормальная реформа, и страна. Я, министр безопасности, и все в тюрьму, что я делаю. Он принял процессы, я как Пышинский, читаю речи, и все. Но такая ситуация, что только вот это было, если бы не родить такое чудовище, и с нее выбирать все руки. Спасибо. Спасибо.